Порядок уплаты и взыскания алиментов, бракоразводный процесс, довольно тяжелое время в совместной жизни каждого из супругов. Особенно болезненно это переживают дети. Законодательство не остается в этом вопросе в стороне, присуждая срок выплаты алиментного пособия ребенку до момента его совершеннолетия. Данный вопрос имеет множество аспектов, каждому из которых требуется отдать достаточно времени на тщательное рассмотрение. Алименты – один из камней преткновения при разводе. Порядок выплаты алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов, алименты взыскиваются преимущественно с отца, добровольно или в принудительном порядке в случае, отказа исполнения финансовых обязанностей касательно несовершеннолетнего ребенка. Если имеются предпосылки, мать имеет право подать исковое заявление. Судебная практика различает следующие основания, которые позволяют потребовать взыскивать алименты. Отсутствие соглашения выплачивать мирным путем. Это являет собой договор, который заключается между обоими родителями в письменном виде с указанием согласия отца на помесячную уплату алиментов. Сумма или фиксируется, или является процентом от дохода алиментщика. Невозможность дойти до компромисса без вмешательства третьей стороны, которую представляют судебные органы. Согласно законодательству, подавать прошение на то, что алименты будут платиться, может лишь определенный перечень лиц. Так, это может быть родитель, с которым остается ребенок, законный представитель, который заменяет родителя, например, опекун, приемный. Родитель или попечитель, представитель учреждения, где проживает ребенок, прокурор и та. Д. При появлении оснований выплачивать алименты через суд, подается соответствующий иск. Подача происходит согласно месту жительства истца или ответчика. Порядок взыскания алиментов включает в себя следующие этапы. Предоставление в суд искового заявления и сопутствующих документов. Возбуждение дела. Рассмотрение дела. К списку прилагаемой документации относятся. Паспорт. Копия свидетельства о браке. Копия свидетельства о рождении. Копия иска, предоставляемая ответчику. Справка с места жительства, подразумевающая возложение содержания ребенка на маму. Справка о доходах с места работы ответчика. Важно, могут быть взысканы выплаты за истекший период задним числом, но лишь при условии предоставления истцом доказательств об уклонении. Ответчика отплаты в ответ на прошение. Максимальный срок получения таких взысканий – 3 года. Существуют два порядка обращения. Первый, приказной, подразумевает обращение в суд с целью получения судебного приказа. Данный способ является наиболее простым и быстрым, дабы получить законно причитающиеся денежные выплаты, так как заявитель не участвует в судебных премиях. Продолжительность такого процесса составляет около пяти дней, после чего ответчик получает документ с целью уплаты алиментов в натуральной форме. Приказной порядок возможен в случае достоверной осведомленности о месте проживания ответчика, при отсутствии-отсутствии спора об оплатах. Между бывшими супругами или когда нет необходимости привлекать к нему третьих лиц. Особенностью является возможность оспаривания данного решения ответчиком, судебный приказ отменяется в случае подачи протеста ответчиком в течение десяти дней. В таком случае истец может снова обратиться в суд, но уже с иском. Исковый порядок применяется преимущественно в спорных случаях, к примеру в вопросах отцовства, родительских прав, проживания дитя, способы и размеров платежей и т. д. данный способ подразумевает участие обеих сторон. Суд рассматривает иск, изучает доказательства, слушает показания сторон, после чего принимает решение о регулярности, объеме и способах, перечисления алиментных взысканий. Основываясь на решении суда, предоставляется исполнительный лист. Как оформляется исковое заявление? Существуют установленные гражданско-процессуальным законодательством нормы составления искового заявления, ст. 131 ГПК РФ. Несоответствие иска данным нормам может повлечь за собой неприятное последствие, возврат или оставление иска без движения. Итак, в исковом заявлении должны содержаться следующие сведения. Название мирового суда, в который подается иск. Данные об ИСЦЕ. И ответчики, ФИО, адрес проживания, место работы, контактные данные. Данные о детях, ФИО, дата рождения, адрес проживания. Название, документы, исковое заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Описание обстоятельств, отказ отца, или матери от выполнения обязанности по содержанию сына или дочери, нарушение прав ребенка. Доказательства описанных обстоятельств. Ссылка на нормы семейного, гражданского и гражданско-процессуального законодательства. Исковые требования, о взыскании с родителя. Алиментов можно указать желаемый порядок расчета алиментов, в твердые суммы или в процентах от заработка способ перечисления денежных. Средств, регулярность выплат, перечень приложений, даты и подписи стца. Образец заявления. Сроки обращения в судебные инстанции. Сроки выплаты алиментов. Подать заявление на выплачивание алиментов можно во время всего периода, законодательно отведенного для этого, а именно до того, как. Наступит совершеннолетие ребенка. Важно, необходимо помнить, что суд присуждает выплаты с момента предоставления заявления, но не после обретения на них прав, что могло наступить ранее. Исключительные случаи позволяют потребовать порядок выплат за прошедшее время, но не более трех лет. Суд может вынести вердикт в пользу истца, если по ходу судебного разбирательства может обнаружиться, что истец мог самостоятельно предпринимать попытки получения денежных сумм, причитающихся ребенку, а ответчик уклонялся от взыскания от того, что дивиденды будут платиться. Как подтверждение могут выступать записи телефонных бесед, сообщения, письма и т. д. Но независимо от длительности такого периода, суд может вынудить выплатить алименты не более трех предшествующих лет. Выплаты алиментов при помощи судебных приставов. При условии уклонения появляется возможность обращения в ФСПС. Процедура требования алиментов при помощи приставов согласно решению. Суда или соглашение нотариуса проводится такими способами, самостоятельно обратиться к судебным приставам с соответствующими документами. По месту проживания ответчика, подать в суд ходатайство о передаче исполнительного листа в ФСПС. Второй вариант является более простым, так как лишает необходимости личной явки в отдел ФСПС и определиться с подразделением службы. Приставов, которое будет уполномочено взыскать выплату. При отзыве исполнительного листа или отсутствии направления оного для исполнения в соответствующий орган, необходимо лично явиться в отдел. Исполнительный лист предоставляется в ФСПС на протяжении всего срока уплаты алиментов. Законодательно предписанный срок в три года на алиментные отношения не распространяется. Взыскатель может хранить данный документ сроком до 10 лет с начала взыскания, предъявив его за пару месяцев до совершеннолетия чада. Личное обращение в Федеральную службу судебных приставов начинается с подачи заявления, которое имеет следующие обязательные реквизиты. Информация взыскателя с указанием паспортных и контактных данных, адреса проживания. Информация об ответчике, дублирующая информацию листа или же с уточнениями, в случае каких-либо изменений после выдачи документа в суде. Реквизиты листа, банковские реквизиты для зачисления взысканных приставом выплат, как платит алименты индивидуальный предприниматель, при условии, что избегающий выплат родитель занимается частным предпринимательством, или выступает как учредитель ООО, то не существует никаких исключений касательно алиментного счета. Алименты с индивидуального предпринимателя высчитываются как процент от дохода, или устанавливается фиксированная денежная сумма. Существуют особенности взыскания алиментных выплат СП. Во-первых, нестабильность дохода. Зачастую, эта цифра часто меняется, или же прибыль может отсутствовать. Следовательно, возникает ряд трудностей касательно алиментных отчислений с индивидуального предпринимателя в долевом эквиваленте. Во-вторых, на предпринимателя возлагается ответственность за правильность величины выплат. Кроме того, он также контролирует, дабы расчеты были верны, это играет большую роль в образовании алиментных долгов и пополнении списка должников. Меньше всего затруднений возникает, когда устанавливается твердый денежный счет. Затруднение может вызвать определение части от ежемесячного дохода предпринимателя. Порядок взыскания алиментных отчислений СП не имеет никаких особенностей по сравнению с лицами, имеющих другой доход. Доли от прибыли предписаны в статьях 81 и 83 Семейного кодекса России. В долях дохода, на одного – 25%, на двоих – 33%, на троих или более – 50%. Фиксированная сумма, устанавливается сутьей, может индексироваться относительно прожиточного минимума. Смешанно процент и твердая сумма, накладывается, если ответчик работает и стабильно, и имеет нестабильные источники дохода. Нужно ли платить алименты с продажи квартиры, с наследства, алименты с выигрыша в лотерею? Согласно определению Конституционного суда. Номер 122А от 17 января 2012 года, которое подразумевает взыскание алиментных выплат для шестер договоров гражданского характера, которые подразумевают деятельность экономического или трудового характера с целью получения прибыли. Если же был заключен договор, к примеру, покупки-продажи движимого, автомобилей, каких-либо других машин, или недвижимого имущества, жилье, полученные материальные ценности в наследство, то алименты с того, что предстоит покупать, не взимаются. Задолженность по алиментам? Задолженность по данному обязательству является, как правило, довольно распространенным явлением. Она бывает как преднамеренная, т. е. предусматривает вину плательщика, и непреднамеренная, которая ее отрицает. Если долг возник по последней причине, то величина алиментного пособия может быть по вердикту суда снижена или ответчик может освобождать от уплат. При доказательстве вины может наступить административное или даже уголовное наказание. Упрощенный порядок взыскания. Образец судебного приказа. Законодательство предусматривает упрощенный способ требования выплат, используя обращение в суд с прошением. Выдача судебного приказа, выдающиеся пять дней спустя поступления заявления в суд. Это также является документом исполнительного образца, вследствие чего отсутствует необходимость получения листа при удовлетворении иска. Кроме того, это происходит без проведения судебных премий и вызова сторон. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Неуплата алиментов влечет за собой ответственность. Данный вопрос регулирует статья 115 Семейного кодекса. Ответственность не накладывается в случае проблем, не связанных с ответчиком, задержки выплат заработной платы, неприятности с банком. Согласно Федеральному закону об исполнительном производстве, за ненадлежащее выполнение требований подобных документов грозит штраф. В размере 100 заработных плат, при задержке выплат, присужденных судом, за каждый день просрочки предусмотрена неустойка, расчет которой происходит следующим образом. Сумму задержанных взысканий умножают на 0,5% и полученное число на сумму просроченных дней. Неустойку прибавляют к задолженности и получают общую сумму долга. Данная задолженность присуждается судом. Помимо этого, можно потребовать возмещения убытков, которые были понесены вследствие неуплаты алиментов, долги по займу, который был взят из-за нехватки денег, необходимость продать имущество с молотка и т. Д. Вопрос начисления алиментов является довольно сложным с юридической точки зрения, так как имеет множество нюансов, наилучшим выходом будет его совместное полюбовное решение, а также сознательность в вопросе осуществления выплат.